В пресс-центре арены Химки шумно и весело здесь собрались самые маленькие спортсмены. Им всего по 7-8 лет. Это выпускники детских садов, а сегодня уже первоклассники. Все они успешно сдали нормативы ГТО и теперь торжественно получают заслуженные золотые значки. Заветную награду получили 120 ребят. Юные спортсмены пробежали дистанцию 10 и 30 метров. Выполнили прыжки, наклоны и другие нормативы. Сейчас произошли небольшие изменения в нормативах. Большое количество детей может сдать нормативы ГТО и это радует. Для дошкольников более по возрасту нормативы подобраны. Самая сложная из всех нормативов – это наклон вперед. Вероника Токарева готовилась к награждению особенно. Делала прическу и подбирала наряд. Ведь у нее сегодня двойной праздник. Награждение и день рождения. Золотой значок ГТО – первая серьезная награда Вероники. Вероника у нас в бассейн ходит, физкультурой занимается. И спасибо нашим воспитателям детского сада «Родничок». Мы сдавали нормативы по физкультуре, бег и прыжки. Самое сложное – это прыжки были. В этот день золотые значки ГТО получили не только юные спортсмены, но и взрослые химчане. Для того, чтобы вам можно было сдать на значок ГТО, вы должны зарегистрироваться на сайт ГТО и прийти к нам. Мы примем у вас контрольные нормативы. Если вы их не выводите, вы получите золотой, серебряный или бронзовый значок. В Химках уделяют серьезное внимание спортивному воспитанию жителей. Сдать нормативы ГТО может любой желающий в возрасте от 6 до 80 лет. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский. Новости Химки ТВ.